Друзья, всем привет, вы на Политика Ньюз, с вами Денис Пахилок. К мне сегодня пришел Максим Жорин из командира полка АЗО, руководитель центрального штаба нацкорпуса. Максим, здравствуйте. Доброе утро. Сразу по брейкин-ньюз начнем. Верховная Радия Украины принял присягу нардепа, бывший мэр Допрополия Андрей Аксенов, который поддерживал, вроде бы как, поддерживал идею незаконных референдумов на Донбассе и вроде бы, по сообщениям СМИ, имеет российский паспорт. Нардепы, которые уже в Верховной Раде работают, очень тепло приняли Аксенова. Давайте сейчас посмотрим, как это было. Ну, сколько эта трибуна заблокована, тогда, будь ласка, включить с места. Присягаю на верность Украине. Забовязываюсь всеми своими деями. Выравниваю свою верность Украины. Влады, правлаговичи, не обрубую украинского народа. Присягаю, додерживаюсь Конституцией Украины и законами Украины. Выковниваю свои обовязки в интересах у всех своевечественников. Красивое начало. Я вас поздравляю. Вот такая вот ситуация. Фамилия Аксенова появилась в СМИ после довыборов до Верховной Рады Украины. Он победил на Донячине. Опять-таки, я напоминаю, это Доброполье. СБУ тогда в лице Баканова, главы СБУ, сказали, что мы будем проверять эти факты. Но, как я понимаю, проверка то ли до сих пор идет, потому что Аксенов уже получил мандат. Он уже принял присягу. Он уже имеет право голосовать, подавать законы, законопроекты. Ну, то есть, участвовать активно, как народный депутат Украины. Логичный вопрос тогда. СБУ спит, если что-то не так? Либо все хорошо тогда с Аксеновым? Ну, мабуть, у СБУ очень большое навантажение сьогодні с Медведчуком. Они не могут много справ делать. Но, если серьезно говорить, то такой факт, как существование таких персонажей, как Аксенов, то тут я вижу две вещи. Первое, это то, что сегодня нет законопроекта, точнее, закону про борьбу с коллаборантами. Есть законопроект, который лежит и чекает, пока за него проголосуют. Можете этот закон, мы бы не мали Аксенова. А второе, это нет политической воли для того, чтобы решить вопросы с такими Аксеновыми, как есть. Адже Аксенов не единый. Есть Неля Штепа, например, которая балотировалась нещодавно. То есть, это не один такой случай. И, конечно, еще ими мое заниматься СБУ. И то, что сегодня их не притягивают до ответственности, больше того, они стают активными, действующими участниками политического життя. Это величезная загроза для Украины. Поэтому, даже если политической воли сегодняшней влады нет, и не знаем, будет ли она когда-то или не будет, они так по-своему смотрятся на свет, то закон про борьбу с коллаборантами – это то инструмент, который бы решил, не смотря ни на что, оцю хворобу с пятой колоной, с Аксеновыми, Штепами и иншими. Опять-таки, да, судебного решения нет. Мы еще, скажем так, не можем говорить, является ли Аксенов коллаборантом, либо нет. Хотя есть масса видео различных, где он фигурирует на самом деле. Вы говорите, нет политической воли. Воли нет у кого? У Банковой, либо у Владимирской, где находится главное здание СБУ? Конечно, конечно, на Банковой. Справа в том, что сегодня подобный процесс, он мает полностью наскрязь политическое решение в среде себя. И именно на Банковой сегодня эти решения принимаются. Если бы было желание закрить вопрос с пятой колоной, с агентурой, с впливом Российской Федерации на экономику страны и на политику страны, это можно было сделать уже давно. Но мы видим только такую, знаете, публичную игру с Медведчуком. Так, это голова цієї пятой колоной. Так, конечно, с ним надо бороться. Но не в нем одному пятой колоной. Пятая колоная, она есть и на другом, и на третьем уровне. Она есть не только в Верховной Раде. Она есть и в местах, она есть и в экономике, и в информационном просторе. Поэтому сегодня есть отсутствие певного политического желания бороться с этим явищем и с российской агрессией в среде страны. Как сейчас должны действовать, скажем так, люди, которые также работают в Верховной Раде? Они должны пикетировать, я имею в виду, нардепов, которые плеч-о-плеч работают с Аксеновым. Пикетировать его, возможно, инициативу. Все очень просто. Проголосовать за законопроект по борьбе с коллаборантами. Цего будет достаточно для того, чтобы бороться с агентами, которые работают на нашей территории. А второе – это проголосовать еще за законопроект по территориальной обороне. Это другий законопроект, который тоже остается в Верховной Раде, который нам на сегодняшний день поможет вберегать наши кордоны. Я просто напоминаю, что не возникла совсем никуда загроза. И то, что там говорила Российская Федерація, что они отводят войска, они в черговый раз просто сбрехали на весь свят и ничего не отводили. Техника остается на месте, особый склад в к количестве 100 тысяч людей остается на месте, и загроза в нас остается на кордоне. Будет ли национальный корпус блокировать Верховную Раду в плане проведения заседаний плонарных, потому что человек такой акционов участвует в заседаниях, работает, принимает законы, как нам жить дальше? Мы будем выступать против пяти колонии абсолютно последовательно. Больше того, кроме того, что мы будем выступать с акциями протеста по пяти колонии проти Медведчука, проти ОПЗЖ, проти Аксьоновых, мы еще будем очень активно проводить компанию по поддержке именно законопроекта по борьбе с коллаборантами и законопроекту по территориальной обороне. Когда вспоминается фамилия Аксьонова, очень много разных экспертов, в том числе комментаторов, так называемых, в Фейсбуке, говорят одну фразу, вот смотрите, вот такой Донбасс, вот за таких людей он будет голосовать. Я думаю, мне, как и вам, уроженцу Донбасса, ну, немножко обидно, вот такие тезисы, когда нам говорят. Как считаете, такой ли на самом деле Донбасс? Абсолютно не. Я вам приведу, знаете, такий приклад. Мы ж сьогодні в країні забороняем, наприклад, відкрито продавать наркотичные засоби. Хоча деяким людям вони дуже подобаются, вони собі, як їм здається, добре почувають, швидко помирають від цього, так? И когда мы забороняем им приймать эти наркотичные засоби, мы не порушим их права, мы зберегаем им життя. Саме с таким подходом мы маємо подходить и до этого вопроса. Мы маємо звольнити политическое информационное поле от ворожих агентов, от российской пятой колони, и дати можливість все ж таки займатися в цих регионах, в тому числі и людям убирати тих, хто дійсно буде займатися розвитком цих регионів. Еще одна тема, о которой я хотела бы говорить, это Азовское море. Почему-то, когда говорят о российской агрессии, мало вспоминается Азовское море, хотя мы должны об этом помнить, тоже это стратегическое место. Дмитрий Снегирев, военный эксперт и политический эксперт, сказал о том, что Россия готовится оккупировать, совместно с силами так называемых ЛДНР, оккупировать Азовское побережье, Азов как воду вообще, просто потому, что им нужна питьевая вода, и вроде бы уже 70 миллионов рублей Росгеология получила на дубычу такое количество питьевой воды. Есть ли силы Украины, чтобы защитить побережье и, естественно, водную территорию? Программа в том, что воду мы уже втратили. Азовское море Украина не контролирует абсолютно. Вона контролирует виключно частину смугу по берегу, тієї суші, яку мы контролируемо, яка є підконтрольна Украина. Більшість Азовского моря на сегодняшний день мы не контролируемо. Більше того, если Российская Федерація захочет видобувати на дне Азовского моря будь-что, мы цьому на сегодняшний день заводить не сможемо. Сьогодні в Украине немає, по-перше, флоту для того, чтобы защищать, а по-друге, на сегодняшний день досі Україна не сделала собі взагалі банальні юридичні права на ці водні території. Адже сьогодні ми живемо, і наші відносини з Російською Федерацією є по двосторонньому договору по використанню Азовского моря. Цей договір вже ще в 2014 році треба було розірвати і забирати, принаймні ми могли б вимагати повернути наші законні водні території, які нам належать. Сьогодні ж у нас немає навіть цього. Тобто ми сьогодні не за юридичні права не боремось, і не можемо фізично зайти і захопити якусь цю територію. Більшість Азовського моря ми на сьогодні, як би не казала влада, вже втратили. Так, ми повинні розуміти, що Російська Федерація, вона насправді більше, ніж Україна, діє в своїх власних інтересах. Вона чітко, послідовно бачить і розуміє, що треба саме для її російських національних інтересів. Україна ж сьогодні чомусь цим не займається, хоча вона перша, хто мала б це робити. Більше того, для того всі умови сьогодні є. Ми сьогодні, в нас є всі умови для того, щоб вимагати, в прямому сенсі цього слова, вимагати більшої рішучості у світових країн в боротьбі з Російською Федерацією. В тому числі і по військовій підтримці, і по економічній підтримці, і по розширенню санкцій проти Російської Федерації. Взагалі, моє бачення того, що Україна мала б сьогодні очолити антиросійську світову коаліцію. І економічний питання, ви також його зацепили, скажімо так, тут же не тільки просто воєнний аспект, що Росія окупірує Азов, ще й економічній плані блокування портов, Маріуполь, Бердянськ ще відбувається, і в тому числі це буде вліяння на велику промисленність українську. Також скажу вам, що через те, що я багато часу провів в тому регіоні, справа в тому, що Бердянський порт, він вже майже не функціонує. Через те, що через Азовське море сьогодні не можуть ходити нормально взагалі ніякі грузи. Маріупольський порт ще працює, але він працює, якщо я не помиляюсь, там десь на 30%. Тому, звісно, що це вже на сьогоднішній день вдарило, просто суттєво вдарило по нашій економіці. Але є ще один факт. Сьогодні у нас в країні немає досі стратегії, жодної стратегії стосовно тієї ж економічної або навіть енергетичної безпеки, які є обов'язковими складовими в сьогоднішніх умовах. Адже для нас сьогодні важлива не тільки військова стратегія. Так, вона важлива, вона має сьогодні бути. Але це комплекс. Ні в якому разі не можна розглядати перемогу України виключно в якомусь одному аспекті. Це комплекс питань. Це інформаційна, військова, економічна, енергетична історія. Ну, стоїть додати, що це не тільки в общий удар по Україні, в частності по Ринату Ахметову. Особливо, якщо говоримо про Маріупольський порт. Дякую, Максим, що к нам сьогодні прийшли. Я напомню, що Максим Жорин, руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, був в студії Політоканьюз. Друзі, не забувайте про лайки, коментарі, підписку, колокольчик. Обязательно. З вами був Денис Пахила. Не переключайте.